Фрррр! Вот так описывал Кадыров то, как они разбегались, увидев его. Кадыров, у меня для тебя еще одна очень важная информация. Касается она твоего руководителя, председателя твоего парламента, Магомеда Даудова, более известного по пумиле Иудов. Так вот, помнишь то самое видео 2015 года, где ты с этими бородатыми ребятами общаешься? Я тебе его показал в прошлом эфире. Значит, Кадыров, у меня для тебя очень важная информация. После того, как в прошлом эфире, помнишь про Студеникина, я тебе рассказал о его месте работы, где его можно найти и задержать, чтобы он предстал перед судом. После этого моего ролика со мной связался сам Студеникин Александр Игоревич. И он написал мне письмо, имейл, и попросил его зачитать в этом эфире. Я отвечаю на его просьбу, значит, читаю тебе его ответ. Пишет Александр Игоревич. Уважаемый Тумсо, видел ваше обращение к Кадырову, где вы сообщили ему о месте моей работы. Передайте, пожалуйста, в своем эфире этому недоумку, это цитата, я прошу прощения, Кадыров, что если он вздумает начать в отношении меня уголовное преследование, я подам на него встречное заявление за гибель наших солдат в селении Комсомольском, которые, как я считаю, погибли из-за бездействия Кадырова. Я видел видео, в котором Кадыров рассказывает, как он разогнал 1500 боевиков в селении Бачи-Юрт. Фрррр! Вот так описывал Кадыров то, как они разбегались, увидев его. И здесь я подтверждаю это видео. Действительно, такие слова Кадыров говорил, и в этом видео, в полной версии, он говорит, что их было 1500 человек, потом они сами его признавали. Видимо, это же видео посмотрел судей Никин. Так вот, дальше пишет Судей Никин. Он мог в одиночку также разогнать всех в селении Комсомольском, как тогда в Бачи-Юрте. Ведь в Комсомольском было как раз такое же количество боевиков, как и тогда в Бачи-Юрте. 1500 человек. Но он не сделал этого. В результате мы потеряли сотни бесценных жизней наших солдат. Вот видео доказательства моих слов. И он прислал мне видеоролик, это видео агентство Associated Press, снятое тогда, в 2000 году, в селении Комсомольском. Давайте посмотрим. Там было в пределах полторы тысячи народа. Это боевиков имеют? Конечно, боевиков. Это очень крупная и, по всей видимости, самая крупная банда, которая здесь осталась на территории Чеченской Республики, которая лично руководит Гилаев. Гилаев находится здесь, вот, своими, так сказать, командирами, подчиненными, полевыми. Здесь, как мы видим, этот военачальник, он действительно подтверждает, что там приблизительно полторы тысячи боевиков. В общем, пусть лучше оставит меня в покое, подытожил свое письмо Студеникин. Что я тут могу добавить Кадырову? Действительно, ситуация сложная. Я так понимаю, что у него есть, что тебе предъявить. Ведь доказательная база, как бы серьезная. Аргументация у него тоже будет серьезная, если он подаст на себя встречное заявление. И действительно, это можно квалифицировать, как жертвы, понесенные из-за твоего бездействия. Раз ты мог разогнать полторы тысячи боевиков в селении Бача-Юрт, почему ты не сделал то же самое в селении Комсомольском, где они потеряли сотни солдат убитыми. Этих жертв можно было бы избежать, если бы ты просто точно так же приехал бы туда, вышел бы из машины и приблизительно такое же количество боевиков, они должны были также разбежаться и в селении Комсомольском. Логика как бы в его доводах, логика есть в доводах Суденикина. Поэтому тебе, наверное, стоит хорошенько подумать, прежде чем отправлять за ним спецназ Ахмат. Может быть, это выйдет в итоге тебе боком, если он реально подаст это встречное заявление. Может быть, вам стоит действительно как-то заключить какое-то мирное соглашение и отказаться от претензий друг к другу. В общем, подумай об этом, я передал тебе слова Суденикина. Решение будет за тобой, любое решение, которое ты примешь, конечно же, мы в итоге с ним вынуждены будем согласиться, куда мы денемся. Немецкий солдат смотрел фильм про обезьян, где одна обезьяна кричала «Обезьяны вместе сила!» И почему-то я вспомнил, как кричат Ахмат сила. Я не пойму, Дарвин право касался, раз обезьяны эволюционировали в какой раз. Кадыров, у меня для тебя еще одна очень важная информация. Касается она твоего руководителя, председателя твоего парламента, Магомеда Даудова, более известного по павелии Иудов. Так вот, помнишь то самое видео 2015 года, где ты с этими бородатыми ребятами общаешься? Я тебе его показал в прошлом эфире. В этом видео, помимо Суденикина, ты также говоришь еще и про Шаманова. Вот этот отрывок, где ты говоришь про Шаманова. Давай я тебе его покажу для начала. И это значит, что мы все помним, что они творили здесь, Алханюрти, Урус-Мартане. Они, говорит, шаманы, вот эти вот, будь они прокляты, да, проклятые вот эти вот преступники. Он говорит, мы же все, говорит, помним, когда они, что они творили здесь, Алханюрти, Урус-Мартане, сколько людей они здесь убили. И стоящий на фоне Апти Алаудина, он как раз житель того самого Урус-Мартана, где это все происходит, где, как говорит Кадыров, было убито много людей. Он это подтверждает, то есть после этих слов Кадыров, он даже такой одобрительно кивает. Да, все, конечно, мы помним. То есть здесь ты, Кадыров, очень хорошо, как бы свое отношение к Шаманову, ты прям показываешь его, что он преступник, что он проклятый. И, ну, ты не представляешь, что за твоей спиной делает твой председатель твоего парламента, этот Магомед Иудов. Представь себе, я тебе сейчас покажу фотографию. Вот, вот эта фотография, нет, для начала, вот смотри, это общая фотография. Здесь на этой фотографии изображен, вот под этой стрелкой, видишь, это как раз Шаманова. Чуть, чуть ниже ты можешь увидеть, даже на бумажке написана его фамилия. Если на всякий случай ты его вдруг не узнал, я тебе покажу его крупным планом. Это тот самый Шаманов. Так вот, оказывается, Шаманов занимает сейчас, не должен, возглавляет, в общем, Российскую Ассоциацию Героев. Он у них там президент этой ассоциации. Так вот, посмотри еще раз на этот общий план. Как ты думаешь, кто вот этот человек, под этой стрелкой стоящий, с краю, находящийся непосредственно в этом президиуме, рядом с Шамановым? Это твой председатель твоего парламента, Магомед Иудов. Прикинь, Кадыров, ты называешь Шаманова проклятым преступником, человеком, на совести которого так много убийств, ни в чем не повинных мирных людей, в Алфанюрте, в Урус-Мартане, а твой председатель твоего парламента, человек, который называет тебя братом, ты называешь его братом, представь, он за твоей спиной в это самое время, оказывается, дружит с Шамановым, оказывается, он еще и его брат. А у них там еще, прикинь, какая тема, он же тоже герой России, ты тоже герой России, Шаманов тоже герой России. И Шаманов, он прецедент вот этой ассоциации российских героев, и этот Иудов как бы по этой теме с ним побратался, прикинь, он с ним в этой ассоциации с Шамановым находится, и вместе встречаются, они там какие-то конференции проводят. Вот эта, кстати, фотография была с очередной такой конференцией, где они вместе собирались, представь, что-то там вместе обсуждали. Все это происходит за твоей спиной. Я думаю, тебе нужно обратить на это внимание. И наказать этого Иудова. Поскольку мы заговорили про Иудова, я хочу еще один момент показать про этого товарища. Когда умер Юсуп Тимирханов, он является односельчанином Магомеда Иудова, тогда на похоронах Тимирханова такую пламенную речь произнес Магомед Иудов. Я вам сейчас покажу небольшой отрывок из той самой речи. Послушайте его внимательно. Смотрите, как мы видим, много людей. Это не только один из самых воли. Они нахраняли, что они не могут сказать. Они не могут заobe. Они могут заиграть. Они могут за ним использовать. То есть они могут за применение. Поэтому они могут заиграть. Вот они могут заиграть. Расскажи о том, что мы не можем рассказать. Это будет много людей. Расскажи о том, что мы могли здесь. У меня была такома. Мы могли с первыми, Judith, советские учитывали. Мы должны попали. Здесь Иудов говорит, мне было бы стыдно, говорит, самому сидеть здесь, говорит, где-то, в общем, сидя где-то, других людей из Чечни, молодых ребят, их призывать ехать на войну, на которую сам я, говорит, не иду, я, говорит, сам сижу в безопасности, мне было бы стыдно, говорит, туда отправлять людей, призывать их туда, ехать воевать. Мне стыдно было бы говорить, своего сына отправить в Кембридж учиться, а чужих детей отправлять, воевать на, ну, отправлять их куда-то на войну, погибать. Так вот самое интересное, что между этими событиями несколько лет прошло, началась та самая военная спецоперация в Украине, и это уже Иуда в наши дни, вот как он отправляет на эту войну чужих сыновей, чужих детей. Мы постерпосят чтосты, когда мы построили в Кембридж, когда мы twentимали им, и мы, когда мы, мы будем строили деревья, дом, бодрюши, и будучи, какие-то, которые мы строили в России, должны быть в подготовке их в автонах. потому что разобытность поколена и краем насколько жестко diseases могут поднимать поэтому не посмотрите я учился о н quick ноги мир Как вы понимаете, после этой пламенной и напутственной речи сам Иудов не сел вместе с этими отправляемыми Туда военными, не сел вместе с ними в этот грузовик или автобус, что они там отправляют И не поехал в Украину воевать То, за что он порицал кого-то несколько лет назад на тех самых похоронах То, за что он упрекал, то, что он, от чего он презговал, говорил, что он бы никогда такого не делал Прошло несколько лет, и он уже отправляет людей погибать в Украину А сам туда не едет, сам сидит в безопасности Чужих детей, он говорил, своих детей в Кембридж, а чужих погибать Но почему-то своих детей, опять-таки, Иудов туда не отправляет В Кембридж, правда, они тоже не поедут, но по другой причине Там санкции и так далее Но они, по всей видимости, будут учиться или учатся где-то в каких-то других российских По меркам России престижных вузах Воевать, погибать в Украину, его дети почему-то тоже не едут Вот такое вот противоречие у твоего председателя парламента, Кадырова Он тебя позорит, поэтому тебе надо срочно либо его куда-то переместить Либо как-то публично его за это наказать Но это требует какого-то твоего вмешательства, твоих каких-то действий Давай, сделай это, покажи нам, что ты не позволишь ничего подобного Особенно за Шаманова очень обидно, что он за твоей спиной Тружит с этим проклятым, как ты говоришь, преступником Пожалуйста, как-нибудь отреагируй на это Субтитры создавал DimaTorzok